На сайте Парламентской Ассамблеи Совета Европы была опубликована декларация, осуждающая правящую в Молдове власть. Декларация касается игнорирования руководством нашей страны, резолюции ПАСЭ в части, касающейся реформ юстиции, развития демократических институтов, принятой в январе текущего года. Члены Парламентской Ассамблеи Совета Европы констатируют провал внедрения процедуры приветинга и реформы юстиции. В качестве примеров приводится скандальный случай с Юлианом Мунтяну, который прошел через фильтры комиссии приветинга, хотя сам являлся фигурантом уголовного дела. Кроме того, депутаты ПАСЭ указали на беспрецедентное решение президента Молдовы об увольнении генерального прокурора Александра Стояногла, несмотря на продолжающееся рассмотрение его дела в национальных судах и в ЕСПЧ. Все это, по мнению депутатов ПАСЭ, демонстрирует провал процедуры приветинга и реформы юстиции. Парламентарии из разных стран также указали на грубое нарушение правящей партии рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы. Власти изменили избирательное законодательство в предвыборный период, вопреки требованию, запрещающему любые изменения в избирательном законодательстве в течение года до выборов. Также депутаты ПАСЭ обратили внимание на то, что правящая партия незаконно начала свою кампанию на местных выборах до начала избирательного периода. Кроме того, декларация содержит призыв к властям проводить реформы в соответствии с верховенством права и стандартами Совета Европы. Особое внимание уделено необходимости вовлечения парламентской оппозиции и гражданского общества в процесс реформ. Депутаты ПАСЭ напрямую указывают эту необходимость в ситуации в Молдове накануне местных президентских и парламентских выборов. Декларация была подписана парламентариями из 13 европейских стран. Они представляют различные политические группы ПАСЭ. Одним из подписантов выступил бывший председатель комитета по мониторингу парламентской ассамблеи Совета Европы Стефан Шенах. Стоит отметить, что инициатором данной декларации выступил депутат парламента, член делегации в ПАСЭ от БКС Константин Старыш. Чтобы получить комментарии, мы обратились в пресс-службу ПДС, где глава пресс-службы Адриана Влас сообщила нашему телеканалу, что они не комментируют эту информацию. Продолжение следует...